Привет, друзья! Сегодня очередной ролик, посвященный стрельбе из карабина с Вадимом Михайловым. И мы узнаем, как пользоваться сошками. Вадим Михайлов, лидер сборной России по карабину, бронзовый призер чемпионата мира и многократный национальный чемпион. Сегодня он расскажет про правильные сошки, про то, как их установить, чтобы получить преимущество, как стрелять лёжа и какие ошибки, скорее всего, допустит новичок. Мы благодарим спортивно-стрелковый клуб «Невский», который предоставил нам своё великолепное стрельбище для проведения этих съёмок. Итак, поговорим о сошках. В открытом классе у нас есть маленький приятный бонус, кроме прицела оптического. Это сошки, которые позволяют нам очень уверенно стрелять из положения лёжа. Самые распространённые у нас сошки – это Харрис и китайские клоны Харриса. Хорошие сошки, удобные, у них есть свои плюсы. Но я сломал три или четыре Харриса за года, наверное, полтора. Все они ломались в одном и том же месте. Я стал искать, причём китайские клоны, кстати, сделаны покрепче, это удивительно. Стал искать для себя сошки и пришёл к «Атласу». Конечно, не бюджетно, и есть свои минусы. Но на сегодняшний день я остановился на «Атласах». Правда, пришлось их дорабатывать. Конкретно этот механизм, кроме качельки вправо-влево, которая необходима, потому что у нас никогда не бывает идеально ровной поверхности, это надо понимать. Качался ещё и вперёд-назад, то есть сошки позволяли карабину двигаться вперёд-назад, пришлось немножко это доработать. Я не знаю, наверняка сейчас существует масса других сошек, которые лишены этого недостатка, но я остановился на них. Дальше. Как мы работаем с сошками? Два момента. Во-первых, сама стрельба сошек, во-вторых, принятие положения лёжа. Итак, сошки мы ставим, если вам позволяют условия данного упражнения, максимально далеко. Почему? Потому что чем больше у вас будет ход ствола за сошками, тем менее точно вы сможете прицелиться. То есть минимальное движение карабина в этом месте даст увод ствола вокруг сошек уже мимо мишени. Поэтому сошки мы ставим максимально далеко, как только можем. Исключение составляет ситуации, когда вам, например, посредине упражнений надо будет работать из какого-то порта. Тогда, да, приходится сошки ставить сюда, работаем из порта, потом ложимся, ну просто помним это маленькое неудобство. Вот один из случаев, когда вам придётся переставить сошки с передней части цевья в середину. Поэтому, если вам придётся стрелять с применением декораций или из портов, то сошки вам очень сильно помешают. Даже в сложенном виде вы можете ими зацепиться, вынимая, потом вам придётся их раскладывать. Поэтому ставим их сюда, и они абсолютно не мешают стрелять, как стоя с рук, так с применением упора, декорации. И потом лёжа. Сошки для вашего карабина вы сможете приобрести на нашем сайте www.pschannel.ru И не только сошки, но и планки для крепления сошек, и сам крепёж, и цевья, и многое другое, чтобы сделать ваш инструмент максимально удобным и эффективным. Тюнинг и аксессуары для оружия на нашем сайте хорошего качества и имеют гарантию. Вместе с тем, делая покупки у нас, вы поддерживаете наш канал и даёте нам возможность снимать подобные видео для вас. Дальше. Сама, собственно, стрельба сошек. Мы легли. Итак, лечь вам надо удобно. На линии оружия вам лежать будет неудобно. Лежим мы примерно так же под 45 градусов. Кстати, это тоже не догма, но примерно под 45 градусов. Опять-таки, старайтесь не тянуть шею к прицелу. Устройтесь для начала поудобнее. Найдите своё положение. А теперь, что касается удержания оружия. Смотрите, ровно всё наоборот. Если в стойке мы держали оружие 70% сильной рукой, 30% слабой, здесь всё ровно наоборот. Здесь, я бы сказал, 90% удержания происходит передней рукой. И загружаем карабин мы вниз и к себе. Вниз и к себе. А этой рукой мы просто работаем со спуском. Это позволяет делать настолько быстрые пары выстрелов, даже на 300 метров. В общем, неподготовленному человеку даже может показаться, что это неконтролируемые выстрелы. На самом деле, карабин никуда не уходит. И увести вы его можете как раз именно сильной рукой, если крепко возьмётесь за карабин. Удержание слабой рукой. Вниз и к себе. И работаем со спуском. Дальше. Редко, когда бывает, что вы ложитесь на одну мишень. У вас мишени разнесены. Перенос карабина осуществляется не собой, не телом, а переставлением сошек. Это принципиально. Если вы будете гнездиться вокруг карабина, это сильно удлиняет ваше время подготовки к выстрелу. Переставляем сошки. Следующий момент – принятие положения лёжа. Существует два основных способа принятия положения лёжа. Первый больше подойдёт людям подготовленным. Иногда он бывает быстрее. Что мы делаем? Приседаем, выставляем руку вниз слабую. И откидываем ноги. Минус этого способа в том, что вы сильно нагружаете эту руку. И если вы забыли размяться, вы можете вообще потянуть какие-нибудь мышцы. И действительно нужно быть достаточно подготовленным. Есть второй способ. Его мы используем в большинстве случаев. Это мы начинаем с ног. Сначала падаем на колени, потом падаем сами. Но и здесь есть маленький нюанс. Колени у нас запасных не имеется, поэтому их надо беречь. Даже если вы в наколенниках, всегда они могут съехать. Либо вы под адреналином можете плюхнуться очень быстро и повредить колени. Падаем на колени мы не вперёд, а как бы под себя. Вот так. Это абсолютно безопасно для ваших коленей. Дальше. После этого вы должны изначально наметить точку, куда придут ваши сошки. Эту точку вы наметите на ознакомлении с упражнением. Как вы ляжете. Где вы поставите ноги, откуда вы будете ложиться. Соответственно, намечаете точку, куда вы ставите сошки. И падая на слабую руку, выбрасываете сошки чуть дальше, чем та точка, где они должны быть при стрельбе. И после этого, естественно, вам не удастся лечь ровно на эту мишень. Мы же не роботы. После этого, подтягивая карабин, вы осуществляете уже точное прицеливание. И так, ещё раз с этого положения. Раз, два, три. Ещё раз. Раз, два, три. Ещё один приятный бонус открытого класса. Высокие сошки. Иногда бывают такие моменты, когда мишень находится довольно далеко, в метрах в 150 или до 200, например. Но ни лёжки, ни упора у вас нет. Либо для принятия того положения вам требуется слишком много времени. Выручают либо навык стрельбы с колена классической, либо длинные сошки. Как мы пользуемся длинными сошками? Существует несколько способов. Я предпочитаю не менять удержание оружия. Как я его держу при стрельбе с рук, так я и оставляю руку. Садимся мы. Да, если в классической стрельбе с колена, которую все помнят по упражнению АК-3, кажется, да. Если мы стоим вот так, садимся, да, и руку кладём на переднее колено, то при использовании сошек мы делаем всё ровно наоборот. Мы садимся на переднее колено и делаем из ног треугольник. Это самая, получается, большая площадь фигуры. Это треугольник. Колено, ступня, ступня. Садимся на свою пятку. Эта рука упирается в бедро. И таким образом у нас получается настолько жёсткая система, которая позволяет нам стрелять и на 300 метров. Более того, такая стойка позволяет варьировать высоту. Порт бывает на разной высоте. Вы регулируете свои сошки. И, соответственно, вы можете таким образом по бедру опуститься либо подняться. Итак, здесь дальше включается тот же способ поддержания оружия, который мы применяем и при стрельбе лёжа. Соответственно, мы загружаем карабин вниз на сошке и к себе. А эта рука практически расслаблена. Дальше. Опять-таки, у нас не одна мишень. У нас несколько мишеней. Перемещаемся мы. Не мы. Как только вы меняете своё идеальное положение, которое находится... Ваш центр тяжести находится над ногой. Вы сидите. Вы не напряжены. Как и при стрельбе стоя, вы не должны быть напряжены. Как только вы уйдёте с этой позиции, у вас включаются мышцы спины, у вас начинает тянуть плечо, ещё что-то. Стрельба затруднительна. Вы переставляете сошки. То же самое, как и при стрельбе лёжа. Сошки. Можно поставить их чуть-чуть поближе, либо, если вы дотягиваетесь так, и стрелять, рукой держась за сошки. Переставлять в таком случае ещё удобнее. Поднимаем вот эту сошку и подтягиваем. Ещё раз. Отстрелялись, подняли сошку, подтащили, подтащили, подтащили. Очень удобно. Расскажу вам одну байку по поводу невысоких, я бы сказал, высоченных сошек. Если кто был в Швеции, помни там упражнение, называлось оно лось. Это был деревянный макет лося, который ещё и качался. И стрельба производилась из совершенно неудобного положения. Либо вот так вывешившись на этом лосе, либо вот так. Лось был на уровне где-то метра полтора, соответственно, карабин был примерно на уровне метров двух от земли. И тут что мы видим? Соответственно, мы все там пытаемся пристроиться, как-то что-то. И тут что мы видим? Финская сборная достаёт откуда-то сошки размером, я не знаю, из чего они их собрали, из каких швабр. Но они были больше двух метров. И, соответственно, они все по очереди совершенно спокойно с этого лося отстреляли с сошек, которые стояли на земле. После этого ко мне подошёл Рай на Пилтокоске и сказал, я считаю, вот такого быть не должно. Я считаю, это надо исключить из правил, это не спортивно. Я чуть не поперхнулся, честно говоря. Учитывая, что они вынесли всех на это упражнение с этими сошками. Я знаю, что этот вопрос даже вроде как поднимался, но, по-моему, на сегодняшний день высота сошек никак не регламентируется. Я даже не пытался использовать эту лазейку в правилах и не пытался строить себе сошки, которые будут позволять мне стрелять, стоя с рук. Я просто не вижу в этом смысла. Но это правдивая история. Пилток отстрелялся, он говорит, Вадим, я считаю, я буду поднимать это на ассамблее, это надо запретить. Ещё одна очень интересная комбинация, которая может понадобиться раз в пять матчей, но она может понадобиться. Ситуация, когда у вас на старте довольно много, довольно сложных мишеней, которые проблематично отстреливать с рук, а ложиться и вставать, это потеря времени. Тогда можно использовать эту самую лазейку в правилах, которую, кстати, одно время закрыли, но сейчас опять разрешили. Это называется двое сошек. Итак, со старта мы отстреливаем с высоких сошек мишени, либо с перебежки ещё откуда-то. И если дальше нам предстоит лёжка, мы просто делаем вот так вот и всё. И дальше работаем с обычными сошками. При стрельбе с высокими сошками надо помнить один маленький нюанс. Если до того, как вы ими воспользуетесь, вам предстоит обрабатывать какие-то мишени, то есть стрелять стоя и динамично, вы должны помнить, что при динамичном перемещении сошки болтаются и могут, если вы не успели стабилизироваться, увести вашу прицельную марку вплоть до вылета из мишени. На сегодня это всё. Обучающие ролики в первую очередь выходят у нас на Патреоне. Ссылка в описании. Если вам интересно учиться стрелять и вы хотите поддержать наш канал, то добро пожаловать к нам на Патреон. Продолжение следует...